Иван Тургенев Бежен лук Был прекрасный июльский день. Один из тех дней, которые случаются только тогда, когда погода установилась надолго. С самого раннего утра небо ясно, утренняя заря не пылает пожаром, она разливается кротким румянцем. Солнце не огнистое, не раскаленное, как во время знойной засухи, не тускло-багровое, как перед бурей, но светлое и приветно-лучезарное мирно всплывает под узкой длинной тучкой, свежо просияет и погрузится в лиловый ее туман. Верхний тонкий край растянутого облачка засверкает змейками, блеск их подобен блеску кованого серебра. Но вот опять хлынули играющие лучи, и весело, и величаво, словно взлетая, поднимается могучее светило. Около полудня обыкновенно появляется множество круглых, высоких облаков, золотисто-серых, снежными белыми краями. Подобно островам, разбросанным по бесконечно разлившейся реке, обтекающей их глубоко прозрачными рукавами ровной синевы, они почти не трогаются с места. Далее к небосклону они сдвигаются, теснятся, синевы между ними уже не видать, но сами они так же лазурны, как небо. Они все насквозь проникнуты светом и теплотой. Цвет небосклона, легкий, бледно-лиловый, не изменяется во весь день и кругом одинаков. Нигде не темнеет, не густеет гроза. Разве кое-где протянутся сверху вниз голубоватые полосы, то сеется едва заметный дождь. К вечеру эти облака исчезают, последние из них черноватые и неопределенные, как дым, ложатся розовыми клубами напротив заходящего солнца на место, где оно закатилось, так же спокойно, как спокойно взошло на небо. Аллое сияние стоит недолгое время над потемневшей землей и, тихо мигая, как березная несомая свечка, затеплется на нем вечерняя звезда. В такие дни краски все смягчены, светлы, но не ярки. На всем лежит печать какой-то трогательной кротости. В такие дни жар бывает иногда весьма силен, иногда даже парит по скатам полей, но ветер разгоняет, раздвигает накопившийся зной, и вихрик круговороты, несомненный призрак постоянной погоды, высокими белыми столбами гуляют по дорогам через пашню. В сухом и чистом воздухе пахнет полынью, сжатой рожью, гречихой. Даже за час до ночи вы не чувствуете сырости. Подобной погоды желает земледелец для уборки хлеба. Такой точный день охотился я однажды за тетеревами в Чернском уезде Тульской губернии. Я нашел и настрелял довольно много дичин, наполненный екташней, милосердно резал мне плечо, но уже вечерняя заря погасла, и в воздухе еще светлым, хотя не озаренным более лучами закатившегося солнца, начинали густеть и разливаться холодные тени, когда я решился, наконец, вернуться к себе домой. Быстрыми шагами прошел я длинную площадь кустов, взобрался на холм, и вместо ожиданной знакомой равнины с дубовым леском направо и низенькой белой церковью в отдалении, увидал совершенно другие, мне неизвестные места. У ног моих тянулась узкая долина, прямо напротив крутой стеной возвышался частый осинник. Я остановился в недоумении, оглянулся. Эх, подумал я, это я совсем не туда попал, я слишком забрал вправо, и сам, девясь своей ошибки, проворно спустился с холма. Меня тотчас охватила неприятная, неподвижная сырость, точнее, вошел в погреб. Густая высокая трава на дне долины, вся мокрая, белела ровной скатертью, ходить по ней было как-то жутко. Я поскорей выкарабкался на другую сторону и пошел, забирая влево, вдоль осинника. Летучие мыши уже носились над его заснувшими верхушками, таинственно кружась и дрожа на смутно ясном небе. Резво и прямо прилетел в вышине запоздал ястребок, спеша в свое гнездо. Вот как только я выйду на тот угол, думал я про себя, тут сейчас и будет дорога, а сверсту крюка я дал. Я добрался, наконец, до угла леса, но там не было никакой дороги. Какие-то некошенные низкие кусты широко расстелались передо мною, а за ними далеко-далеко виднелось пустынное поле. Я опять остановился. Что за притч? Да где же я? Я стал припоминать, как и куда ходил в течение дня. Эй, да это парахинские кусты, воскликнул я, наконец, точно. Вон, это должно быть Синдеевская роща. Да как же ты, ясно, зашел так далеко? Странно. Теперь опять нужно вправо взять. Я пошел вправо через кусты. Между тем ночь приближалась и росла, как грозовая туча, казалось, вместе с вечерними парами отовсюду поднималась и даже с вышины лилась темнота. Мне попалась какая-то неторная заросшая дорожка. Я отправился по ней, внимательно поглядывая вперед. Все кругом быстро чернело и утихало. Одни перепела изредка кричали. Небольшая ночная птица, неслышная и низко мчавшаяся на своих мягких крыльях, почти наткнулась на меня и пугливо нырнула в сторону. Я вышел на опушку кустов и побрел по полю межой. Уже я с трудом различал отдаленные предметы. Поле неясно белело вокруг. За ним, с каждым мгновением надвигаясь громадными клубами, вздымался угрюмый мрак. Глухо отдавались мои шаги в застывающем воздухе. Побледневшее небо стало опять синеть, но то уже была синего ночи. Звездочки замелькали, зашевелились на нем. Что я было принял за рущу, оказалось темным и круглым бугром. — Да где же это я? — повторил я опять вслух. Остановился в третий раз и вопросительно посмотрел на свою английскую желтопегую собаку, Дианку, решительно умнейшую из всех четвероногих тварей. Но умнейшая из четвероногих тварей только повиляла хвостиком, уныло моргнула усталыми глазками и не подала мне никакого дельного совета. Мне стало совестно перед ней, и я отчаянно устремился вперед, словно вдруг догадался, куда следовало идти. Обогнул бугор и очутился в неглубокой, кругом распаханной лощине. Странное чувство тотчас овладело мной. Лощина эта имела вид почти правильного котла с пологими боками. Над ней ее торчалось таймя несколько больших белых камней. Казалось, они сползлись туда для тайного священия. И до того в ней было немо и глухо, так плоско, так уныло висело над нею небо, что сердце у меня сжалось. Какой-то зверек слабый жалобно пискнул между камней. Я поспешил выбраться назад, на бугор. До сих пор я все еще не терял надежды сыскать дорогу домой, но тут я окончательно удостоверился в том, что заблудился совершенно. И уже нисколько не стараясь узнавать окрестные места, почти совсем потонувшие в омгле, пошел себе прямо по звездам на удалую. Около получаса шел я так, с трудом переставляя ноги. Казалось, отроду не бывал я в таких пустых местах, нигде не мерцал огонек, не слышалось никакого звука. Один пологий холм сменялся другим, поля бесконечно тянулись за полями, кусты словно вставали вдруг из-под земли перед самым моим носом. Я все шел и уже собирался было прилечь где-нибудь до утра, как вдруг очутился над страшной бездной. Я быстро отдернул занесенную ногу и сквозь едва прозрачный сумрак ночи увидал далеко под собой огромную равнину. Широкая река огибала ее уходящим от меня полукругом. Стальные отблески воды, изредка и смутно мерцая, обозначали ее течение. Холм, на котором я находился, спускался вдруг почти отвесным обрывом. Его громадные очертания отделялись чернее от синеватой воздушной пустоты и прямо подо мною в углу, образованным тем обрывом и равниной, вот для реки, которая в этом месте стояла неподвижным темным зеркалом, под самой кручью холма, красным пламенем, горели и дымились друг подле дружки два огонька. Вокруг них копошились люди, колебались тени, иногда ярко освещалась передняя половина маленькой и кудрявой головы. Я узнал, наконец, куда я зашел. Этот луг славится в наших околотках под названием «Бежина луга». Но вернуться домой не было никакой возможности, особенно в ночную пору, ноги подкашивались подо мной от усталости. Я решился подойти к огонькам и в обществе тех людей, которых принял за гуртовщиков, дождаться зари. Я благополучно спустился вниз, но не успел выпустить из рук последнюю, ухваченную мною ветку, как вдруг две большие белые лохматые собаки с злобным лаем бросились на меня. Детские звонкие голоса раздались вокруг огней, два-три мальчика быстро поднялись с земли, я откликнулся на их вопросительные крики. Они подбежали ко мне, отозвали тотчас собак, которых особенно поразило появление моей Дианки, и я подошел к ним. Я ошибся, приняв людей, сидевших вокруг тех огней, за гуртовщиков. Это просто были крестьянские ребятишки из соседней деревни, которые стерегли табун. В жаркую летнюю пору лошадей выгоняют у нас на ночь кормиться в поле. Днем мухи и оводы не дали бы им покоя. Выгонять перед вечером и пригонять на утренней заре табун — большой праздник для крестьянских мальчиков. Сидя без шапок и в старых полушубках, на самых бойких клечонках мчатся они с веселым гиканьем и криком, болтая руками и ногами, высоко подпрыгивают, звонко хохочут. Легкая пыль желтым столбом поднимается и несется по дороге. Далеко разносится дружный топот, лошади бегут, навострив уши. Впереди всех задравших хвост и беспрестанно меняя ногу скачет какой-нибудь рыжий космач с репейниками в спутанной гриве. Я сказал мальчикам, что заблудился и подсел к ним. Они спросили меня, откуда я, помолчали, посторонились. Мы немного поговорили. Я прилег под обглоданный кустик и стал глядеть кругом. Картина была чудесная. Около огней дрожало и как будто замирало, упираясь в темноту, круглое красноватое отражение. Пламя, вспыхивая, изредка забрасывало за черту того круга быстрые отблески. Тонко язык света лизнет, голые сучи лозняка, и разом исчезнет. Острые длинные тени, вырываясь, на мгновение, в свою очередь, добегали до самых огоньков. Мрак боролся со светом. Иногда, когда пламя горело слабее и кружок света суживался, из надвинувшейся тьмы внезапно выставлялась лошадиная голова, гнидая, с извилистой проточиной, или вся белая, внимательно и тупо смотрела на нас, проворно жуя длинную траву, и снова, опускаясь, тотчас скрывалась. Только слышно было, как она продолжала жевать и отфырковаться. Из освещенного места трудно разглядеть, что делается в потемках, и потому вблизи все казалось задернутым почти черной завесой, но далее к небосклону длинными пятнами смутно виднелись холмы и леса. Темное чистое небо торжественно и необъятно высоко стояло над нами со всех сторон своим таинственным великолепием. Сладко стеснялась грудь, вдыхая тот особенный, томительный, свежий запах, запах русской летней ночи. Кругом не слышалось почти никакого шума. Лишь изредка в близкой реке с внезапной звучностью плеснет большая рыба, и прибрежный тростник слабо зашумит, едва поколебленный набежавшей волной. Одни огоньки тихонько потрескивали. Мальчики сидели вокруг их. Тут же сидели и те две собаки, которым так было захотелось меня съесть. Они еще долго не могли примириться с моим присутствием, и сонливо щурясь, и косясь на огонь, изредка рычали с необыкновенным чувством собственного достойства. Сперва рычали, а потом слегка визжали, как бы сожалея о невозможности исполнить свое желание. Всех мальчиков было пять. Федя, Павлуша, Илюша, Костя и Ваня. Из их разговоров я узнал их имена и намерен теперь же познакомить с ними читателя. Первому старшему из всех Феде вы бы дали лет четырнадцать. Ты был стройный мальчик с красивыми и тонкими, немного мелкими чертами лица, кудрявыми белокурыми волосами, светлыми глазами и постоянной полувеселой, полурассеянной улыбкой. Он принадлежал по всем приметам к богатой семье и выехал-то в поле не по нужде, а так, для забавы. На нем была пестрая ситцевая рубаха, с желтой каемкой. Небольшой новый армячок, надетый в накидку, чуть держался на его узеньких плечиках. На голубеньком поясе висел гребешок. Сапоги его с низкими голенищами были точно его сапоги неотцовские. У второго мальчика Павлуши волосы были всклокоченные, черные, глаза серые, скулы широкие, лицо бледное, рябое, рот большой, но правильный, вся голова огромная, как говорится, с пивной котел, тело приземистое, неуклюжее. Малый был неказистый, что и говорить, а все-таки он мне понравился. Глядел он очень умно и прямо, да и в голосе у него звучала сила. Одежды своей он щеголять не мог, вся она состояла из простой, замошной рубахи, да и из заплатанных портов. Лицо третьего Илюши было довольно незначительно. Горбоносое, вытянутое, подслеповатое, оно выражало какую-то тупую, болезненную заботливость. Сжатые губы его не шевелились, сдвинутые брови не расходились, он словно все щурился от огня. Его желтые, почти белые волосы торчали острыми косицами из-под низенькой волочной шапочки, которую он обеими руками то и дело надвигал себе на уши. На нем были новые лапти и анучи. Толстая веревка, три раза перебитая вокруг стана, тщательно стягивала его опрятную черную свитку. И ему, и Павлуше, на вид было не более двенадцати лет. Четвертый, Костя. Мальчик лет десяти возбуждал мое любопытство своим задумчивым и печальным взором. Все лицо его было невелико, худо, в веснушках, книзу заострено, как у белки. Губы едва было можно различить, но странные впечатления производили его большие, черные, с жидким блеском блестевшие глаза. Они, казалось, хотели что-то высказать, для чего на языке, на его языке, по крайней мере, не было слов. Он был маленького роста, сложение тщедушного и одет довольно бедно. Последнего Ваню я сперва было и не заметил. Он лежал на земле, смирнехонько прикорнув под угловатую рогожу и только изредка выставлял из-под нее свою русую кудрявую головку. Этому мальчику было всего лет семь. И так я лежал под кустиком в стороне и поглядывал на мальчиков. Небольшой котельчик висел под одним из огней. В нем варились картошки. Павлуша наблюдал за ним и, стоя на коленях, тыкал щепкой в закипевшую воду. Федя лежал, опершись на локоть и раскинув пол у своего армика. Илюша сидел рядом с Костей и все так же напряженно щурился. Костя понурил немного головы и глядел куда-то вдаль. Ваня не шевелился под своей рогожей. Я притворился спящим. Понемногу мальчики опять разговорились. Сперва они покалякали о том, о сем, о завтрашних работах, о лошадях, но вдруг Федя обратился к Илюше и как бы возобновляя прерванный разговор спросил его «Ну и что ж ты так и видел до мого?» «Не, я его не видел, да его и видеть нельзя», отвечал Илюша сиплым и слабым голосом, звук которого как нельзя более соответствовал выражению его лица. «Я слышал, да и не я один». «А он вас где водит?» спросил Павлуш. «В старой Рольне». «А разве вы на фабрику ходите?» «Как же ходим? Мы с братом с Авдюшкой в лесовщиках состоим». «Вишь ты, фабричные». «Ну так как же ты его слышал?» спросил Федя. «А вот как». «Пришлось нам с братом Авдюшкой, да с Федором Михеевским, да с Ивашкой Косым, да с другом Ивашкой, что с Красных Холмов, да еще с Ивашкой Сухоруковым, да еще были там другие ребятишки. Всех было у нас ребяток человек десять, как есть вся смена. Ну, а пришлось нам в роль не заночевать. То есть не то, чтобы это пришлось, а Назаров надсмотрщик запретил, говорит, что, мол, вам ребяткам домой таскаться, завтра работ много, так вы, ребятки, домой не ходите. Вот мы остались и лежим все вместе. И зачал Авдюшка говорить, что, мол, ребята, ну, как домовой придет. И не успел он, Авдея, проговорить, как вдруг кто-то над головами у нас и заходил. Ну, а лежали-то мы внизу, а заходил он наверху у колеса. Слышим мы, ходит, доски под ним так и гнутся, так трещат. Вот он прошел через наши головы. Вода вдруг по колесу как зашумит, зашумит, застучит, застучит, колесо завертится. Ну, а застовки у дворца спущены. Дивимся мы, кто же это их поднял, что вода пошла? Однако колесо повертелось, повертелось и стало. пошел тот опять к двери наверху, да по лестнице спущаться стал. И так спущается, словно не торопится, ступеньки под ним даже не стонут. Но подошел тот к нашей двери, подождал, подождал. Дверь вдруг вся так распахнулась. Всполохнулись мы, смотрим, ничего. Вдруг глядь, у одного чана форма зашевелилась, поднялась, окунулась, походила, походила я так по воздуху, словно кто ее полоскал, да и опять на место. Потом у другого чана крюк снялся с гвоздя, да опять на гвоздь. Потом будто кто-то к двери подошел, да вдруг как закашляет, как заперхает, словно овца какая-то, зычно так. Мы все так ворохом и свалились друг подружку, полезли. Уж как же мы напужались эту пору. Вишь, как, промолвил Павел, чего же он раскашлялся? Не знаю, может, от сырости. Все помолчали. А что, спросил Федя, картошки сварились? Павлуш пощупал их. Нет, еще сыры. Вишь, плеснула прибавил он, повернув лицо в направлении реки. Должно быть, щука. А вон звездочка покатилась. Не, я вам, братцы, что расскажу, заговорил Костя тонким голоском. Послушайте-ка, намедни, что тятя при мне рассказывал. Ну, слушаем, с покровительствующим видом, сказал Федя. Вы знаете Гаврилу Слободского плотника? Ну, да, знаем. А знаете ли, отчего он такой все невеселый, все молчит, знаете? Вот отчего он такой невеселый. Пошел он раз, тятенька говорил, пошел он, братцы мои, в лес по орехи. Вот пошел он в лес по орехи, да и сблудился. Зашел, бог знает, куда и зашел. Уж он ходил, ходил, братцы мои, нет, не может найти дороги, а уж ночь на дворе. Вот присел он под дерево, давай, мол, дождусь утра. Присел и задремал. Вот задремал, и слышит, вдруг кто-то его зовет. Мотрит никого. Вот опять задремал, опять зовут. Он опять глядит, 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 а перед ним на ветке русалка сидит, качается и его к себе зовет, а сама помирает со смеху, смеется, а месяц-то светит сильно, так сильно, явственно светит месяц, все, братцы мои, видно. Вот зовет она его, и такая вся сама светленькая, беленькая сидит на ветке, словно платить какая, или пескарь, а тут еще карась бывает такой, белесоватый, серебряный. Гаврила-то плотник, так и обмер, братцы мои, а она зная хохочет, да его все к себе так рукой зовет. Уж Гаврила-было и встал, послушался-бы русалки, братцы мои, да знать Господь его надоумил, положил-таки на себя крест. А уж как ему было трудно крест класть, братцы мои, говорит, рука просто как каменная не ворочается. Ах ты это кая! Вот как положил он крест, братцы мои, русалочка-то, и смеяться перестала. Да вдруг как заплачет. Плачет она, братцы мои, глаза волосами утирает, а волоса у нее зеленые, что твоя конопля. Вот поглядел, поглядел на нее, говорил, да и стал спрашивать. Чего ты лесной зелье плачешь? А русалка-то как взговорит ему? Не креститься бы тебе, говорит человече, жить бы тебе со мной на веселье до конца дней. А плачу я, убиваюсь от того, что ты крестился. Да не я одна убиваться буду, убивайся же и ты до конца дней. Тут она, братцы мои, пропала. А Гаврили тотчас и понятственно стало, как ему из лесу, то есть выйти. А только с тех пор вот он все невеселый ходит. Эк-ка, проговорил Федя после недолгого молчания, да как же это может эта лесная нечисть христианскую душу спортить? Он же не послушался. Да вот поди ты, сказал Костя. И говорила Байл, что голосок мол у нее такой тоненький, жалобный, как у жабы. Твой батик сам все это рассказывал, продолжал Федя. Сам? Я лежал на палате, все слышал. Чудное дело, чего ему быть невеселым? А знаете, он ей понравился, что позвала его. Да, понравился, подхватил Илюша. Как же, защекотать она его хотела, вот что она хотела. Это их дело этих русалок-то. А ведь вот и здесь должны быть русалки, заметил Федя. Нет, отвечал Костя, здесь место чистое, вольное, одно, река близко. Все смолкли. Вдруг где-то в отдалении раздался протяжный, звенящий, почти стенящий звук, один из тех непонятных ночных звуков, которые возникают иногда среди глубокой тишины, поднимаются, стоят в воздухе и медленно разносятся, как бы замирая. Прислушаешься, и как будто нет ничего, а звенит. Казалось, кто-то долго-долго прокричал под самым небосклоном, кто-то другой, как будто бы отозвался ему в лесу тонким острым хохотом, и слабый шипящий свист промчался по реке. Мальчики переглянулись, вздрогнули. С нами крестная сила, шепнул Илья. Эх, вы, вороны, крикнул Павел, чего сполохнулись? Посмотрите-ка, картошки сварились. Все пододвинулись к котельчику и начали есть дымящийся картофель. Один Ваня не шевельнулся. Что ж ты, сказал Павел? Но он не вылез из-под своей рогожей. Котельчик скоро весь опражнился. А слыхали вы, ребятки, начал Илюша, что на меднесть у нас на варнавицах приключилась? На плотине, спросил Федя. Да, да, на плотине, на прорванной. Вот ж нечистое место, так нечистое. И глухое такое. Кругом все такие буераки, овраги, а в оврагах-то все козюль водится. Ну, что такое случилось, высказывай. А вот что случилось. Ты, может быть, Федя, не знаешь, а только там у нас утопленник похоронен. А утопился он давным-давно, как вруч еще был глубок. Только могилка его еще видна. Да и та чуть видна, как бугородчик. Вот на днях зовет приказчик псаря Ермила, говорит, ступай, Ермил на пошту. Ермил у нас зафида на пошту ездит. Собак-то он всех своих поморил, не живут они у него отчего-то. Так-таки никогда и не жили, а псарь он хороший, всем взял. Вот поехал Ермил за поштой, да и замешкался в городе. Ну, а едет назад, ушел хамелеон, а ночь и светлая ночь, месяц светит. Вот и едет Ермил через плотину. Такая уж его дорога вышла. Едет он к псарь Ермил и видит у утопленника на могиле барашек. Белый такой, кудрявый, хорошенький, похаживает. Вот и думает Ермил, всем возьму его, что ему так пропадать, да и слез и взял его на руки. Ну, а барашек ничего. Вот идет Ермил к лошади, а лошадь от него таращится, храпит, головой трясет, однако он ее отпрукал, сел на нее с барашком-то и поехал опять. Барашка перед собой держит. Смотрит он на него и барашек ему прямо в глаза так и глядит. Жутко ему стало Ермил то, посорю, что, мол, не помню, чтобы это бараны кому в глаза смотрели. Однако ничего, стал он его этак по шерсти гладить, говорит, бяша, бяша. А баран-то вдруг как оскалит зубы. Да ему тоже бяша, бяша. Не успел рассказчик произнести это последнее слово, как вдруг обе собаки разом поднялись судорожным лаем, ринулись прочь от огня и исчезли во мраке. Все мальчики перепугались. Ваня выскочил из-под своей рогожи. Павлуша с криком бросился вслед за собаками. Лай их быстро удалялся. Послышалась беспокойная беготня встревоженного табуна. Павлуша громко кричал «Серый, жучка!» Через несколько мгновений Лай замолк. Голос Павла принесся уже издалека. Прошло еще немного времени, мальчики с недоумением переглядывались, остановилась она у самого костра и, уцепившись за гриву, проворно спрыгнул с нее Павлуша. Обе собаки также вскочили в кружок света и тотчас сели, высунув красные языки. «Что там? Что такое?» спросили мальчики. «Ничего», отвечал Павел, махнув рукой на лошадь. «Так, что-то собаки зачуяли. Я думал, волк», прибавил он равнодушным голосом, проворно «Он был очень хорош в это мгновение. Его некрасивое лицо, оживленное быстрой ездой, горело с смелой удалью и твердой решимостью. Без хворостинки в руке, ночью, он, немало не колеблясь, поскакал один на волка. «Что за славный мальчик», думал я, глядя на него. «А видали их, что ли, волков-то?» спросил трусишка Кость. «Их всегда здесь много», отвечал Павел. «Да они беспокойны только зимой». Он опять прикорнул перед огнем. Садясь на землю, уронил руку на мохнатый затылок одной из собак и долго не поворачивало головы обрадованное животное с признательной гордостью, посматривая сбоку на Павлушу. Ваня опять забился под рогожку. «А какие ты нам, Илюш, к страхе рассказывал, заговорил Федя, которому, как сыну богатого крестьяна приходилось быть запивалой. Сам же он говорил мало, как бы боясь уронить свое достоинство. Да и собак тут нелегко дернул залаять. А точно я слышал, это место у вас нечистое. Варнавицы? Еще бы, еще какое нечистое. Там не раз говорят старого барина видали, покойного барина. Ходят, говорят, в кафтане долгополом. И все это охует, чего-то на земле ищет. Его раз дедушка Трофимович повстречал. Что, мол, батюшка Иван Иванович, изволишь искать на земле? Он его спросил, перебил изумленный Федя. Да, спросил. Ну и молодец же после этого Трофимович. Ну и что же тот разрыв травы, говорит, ищу. Да так глухо, говорит, глухо, разрыв травы. А на что тебе, батюшка Иван Иванович, разрыв травы? Давит, говорит, могила давит, Трофимович. Вон хочется, вон. Вишь, какой, заметил Федя, мало знать позже. Эй-ка, и диво, промолвил Костя, я думал, покойников можно только в родительскую субботу видеть. Покойников во всякий час видеть можно, с уверенностью подхватил Илюша, который, сколько я мог заметить, лучше других знал, все сельские поверья. Ну, а в родительскую субботу ты можешь и живого увидать, за кем, то есть, в том году очередь помирать. Стоит только ночью сесть на паперть, на церковную, за всю на дорогу глядеть. Те и пойдут мимо тебя по дороге кому, то есть, умирать в том году. Вот у нас в прошлом году баба Ульяна на паперть ходила. Ну, и видала на кого-нибудь с любопытством спросил Костя. Как же? Пермапер она сидела долго-долго, никого не видала и не слыхала, только все как будто собачкой. Так залает, залает где-то. Друг смотрит, идет по дорожке мальчик в одной рубашонке. Она приглянулась, Ивашка Федосеев идет. Тот, что умер весной, перебил Федя, тот самый. Идет и головушки не подымает. А узнала его Ульяна. Ну, а потом смотрит. Баба идет. Она вглядываться, вглядываться, ах ты, господи, сама идет по дороге. Сама Ульяна. Неужто сама спросил Федя. Ей богу, сама. Ну, и что ж, хотя она еще не умерла. Да год ты еще не прошло, а ты посмотри на нее, в чем душа держится. Все опять притихли. Павел бросил горсть сухих сучьев на огонь. Резко зачернелись они на внезапно вспыхнувшем пламени, затрещали, задымились и пошли коробиться, приподнимая обожженные концы. Отражение света ударило порывисто дрожа во все стороны, особенно кверху. Вдруг откуда ни возьмись белый голубок налетел прямо в это отражение, пугливо повертелся на одном месте, весь обливаясь горячим блеском, и исчез, звеня крылами. Знать, от дома отбился, заметил Павел, теперь будет лететь, покуда на что не наткнется, и где ткнет там и ночует до зари. А что Павлуша промолвил кость, неправильно ли эта душа летела на небо, ась? Павел бросил другую горсть сучьев на огонь. Может быть, проговорил он наконец. А скажи, пожалуй, Павлуша начал Федя, что у вас тоже в Шаламове было видать привидение-то небесное? Как солнце-то не стало видно, как же? Чайно пугались и вы, да не мы одни. Барень-то наш хошай толковал нам напередки, что, дескать, будет вам предвидение. А как затемнело, сам, говорят, так перетрусился, что напади. А на дворовой избе баба-стрепуха, так та, как только затемнело, слышь, взяла, да ухватом все горшки перебила в печи. Кому теперь есть, говорит, наступило святопредставление. Так штип текли. А у нас на деревне такие, брат, слухи ходили, что, мол, белые волки по земле побегут, людей есть будут, хищная птица полетит, а то и самого Тришку увидят. Какого-то у Костя, дубьем, оцепят его, а он им глаза отведет, так отведет им глаза, что они же сами друг друга побьют. В Острок его посадят, например, он попросит водиться и спить в ковшике, ему принесут ковшик, а он нырнет туда, да и, поминай, как звали, цепи на него наденут, а он в ладошки затрепещется, они с него так и попадают. Ну и будет ходить этот тришка по селам да городам, и будет этот тришка лукавый человек соблазнять народ христианский, ну а сделать ему нельзя будет ничего, уж такой он будет удивительный лукавый человек. Ну да, продолжал Павел своим неторопливым голосом, такой, вот его-то и ждали у нас. Говорили старики, что вот, мол, как только предвидение небесное зачнется, так тришка и придет. Вот и зачалось предвидение, высыпал весь народ на улицу в поле, ждет, что будет. А у нас, вы знаете, место видное, привольное. Смотрят. Вдруг от слободки, с горы, идет какой-то человек, такой мудреный, голова такая удивительная. Все как крикнут. Ой, тришка идет, ой, тришка идет. Да кто куды? Староста наш в канаву залез. Старость их в подворотне застряла, благим матом кричит. Свою же дворовую собаку так запужала, что с цепи долой, да через плетень да влез. А Кузькин отец, Дорофеич, вскочил в овес, присел, да и давай кричать перепелом. А вось, мол, хоть птицу-то враг душегубец пожалеет. Такого-то все переполошились. А человек-то, это шел наш бочар Вавила. Жбан себе новый купил, да наговула пустой жбан и надел. Все мальчики засмеялись. И опять приумолкли на мгновение, как это часто случается с людьми, разговаривающими на открытом воздухе. Я поглядел кругом. Торжественно и царственно стояла ночь. Сырую свежесть позднего вечера сменила полуночная сухая теплынь. Еще долго было ей лежать мягким пологом на заснувших полях. Еще много времени оставалось до первого лепета, до первых шорохов и шелестов утра, до первых росинок зари. Луны не было на небе. Она в ту пору поздно всходила. Бесчисленные золотые звезды, казалось, тихо текли, все на перерыв мерцая по направлению млечного пути. И, право глядя на них, вы как будто смутно чувствовали сами стремительный, безостановочный бег земли. Странный, резкий, болезненный крик раздался вдруг два раза сряду над рекой. И спустя несколько мгновений повторился уже далее. Костя вздрогнул. Что это? Это цапля кричит. Спокойно возразил Павел. Цапля, повторил Костя. А что такое, Павлуш, я вчера слышал вечером, прибавил он, помолчав немного. Ты, может быть, знаешь, что ты слышал? А вот что я слышал. Шел я из каменной гряды в Шашкино, а шел сперва все нашим орешником, а потом лужком пошел, знаешь, там, где он с угибелью выходит. Там ведь есть бучило. Знаешь, оно все камышом заросло. Вот пошел я, мимо этого бучила, братцы мои, и вдруг из того-то бучила, как застонет кто-то. Да так жалостливо, жалостливо. У-у-у-у. Страх такой меня взял, братцы мои. Время-то позднее, да и голос такой болезный. Так вот, кажется, сам бы и заплакал. Что бы это такое было, ась? В этом бучиле в запрошлом лете Акима лесника утопили воры, заметил Павлуша. Как может быть, его душа жалобится. А ведь это, братцы мои, возразил Костя, расширив свои без того огромные глаза. Я не знал, что Акима в том бучиле утопили. Я бы еще не так напужался. — А то, говорят, есть такие лягушки махонькие, — продолжал Павел, — которые так жалобно кричат. — Лягушки? Ну нет, это не лягушки. Какие это? — Цапля опять! — прокричал над рекой. — Эк, ее невольно произнес Костя. Словно леший кричит. — Леший не кричит, он немой, — подхватил Илюша. — Он только в ладоши хлопает, да трещит. — А ты его видал, лешего-то, что ли, насмешливо перебил его Федя? — Нет, не видал. И сохрани Бог его видеть. Ну а другие видели. Вот на днях он у нас мужичка обошел. Водил, водил его по лесу. И все вокруг одной поляны. Едва те к свету домой добился. Ну и видел он его. — Видел. — Говорит, такой стоит большой. Большой, темный, скутанный. Этак, словно за деревом. Хорошенько не разберешь. Словно от месяца прячется. И глядит. Глядит глазищами-то. Моргает ими. Моргает. — Эх ты! — воскликнул Федя, слегка вздрогнув и передернув плечами. — Фух! И зачем эта пугань в свете развелась, — заметил Павел. — Не понимаю, право. — Не бронись. Смотри, услышит, — заметил Илья. Настало опять молчание. — Гляньте-ка, гляньте-ка, ребятки! — раздался вдруг детский голос Ивани. — Гляньте на божьи звездочки, чтоб пчелки роятся. Он выставил свое свежее личико из-под рогожи, оперся на кулачок и медленно поднял кверху свои большие тихие глаза. Глаза всех мальчиков поднялись к небу и нескоро опустились. — А что Ваня ласково заговорил Федя? — Что твоя сестра Анютка, здорова? — Здорова, — отвечал Ваня слегка картаве. — Ты скажи, что она к нам, от чего не ходит? — Не знаю. — Ты ей скажи, чтоб она ходила. — Скажу. — Ты ей скажи, что я ей гостинцы дам. — А мне дашь? — И тебе дам. Ваня вздохнул. — Ну нет, мне не надо. Дай уж лучше ей. Она такая у нас добренькая. И Ваня опять положил свою голову на землю. Павел встал и взял в руки пустой котельчик. — Куда ты? — спросил его Федя. — К реке водица зачерпнуть. Водица захотелось испить. Собаки поднялись и пошли за ним. — Смотри. — Не упади в реку, — крикнул ему вслед Илюша. — От чего ему упасть, — сказал Федя. — Он истережется. — Да, истережется. Всякое бывает. Он вот нагнется, станет черпать воду, а водяной его за руку схватит и потащит к себе. Станут потом говорить, упал, дескать, малый в воду. — А какой упал? — Вон камыши полез, — прибавил он, прислушиваясь. — Камыши точно раздвигаясь шуршали, как говорится у нас. — А правда ли, — спросил Костя, — что Акулин, дурочка, с тех пор рехнулась, как в воде побывала? — С тех пор. Какова теперь? Ну, а говорят, прежде красавица была. Водяной ее испортил. Знать не ожидал, что ее скоро вытащут. Вот он ее там у себя, на дне, и испортил. Я сам не раз встречал эту Акулину, покрытую лохмотьями, страшно худая, с черным, как уголь, лицом, помутившимся взором и вечно оскальными зубами. Топчется она по целым дням на одном месте где-нибудь на дороге, крепко прижав костлявые руки к груди и медленно переваливаясь с ноги на ногу, словно дикий зверь в клетке. Она ничего не понимает, чтобы ей не говорили, и только изредка судорожно хохочет. — А говорят, — продолжает Костя Акулина, оттого в реку и кинулась, что ее полюбовник обманул. — Оттого самого. — А помнишь, Васю печально прибавил Костя? — Какого Васю? — спросил Федя. — А вот того, что утонул, — отвечал Костя. — В этой вот самой реке. Уж какой же мальчик был! Их, какой мальчик был! Мать-то его феклиста! Уж как же она его любила, Васю-то! И словно чуяла она феклиста, что ему от воды погибель произойдет. Бывало, пойдет вот Вася с нами, с ребятками, летом в речку купаться. Она-то так вся и встрепещется. Другие бабы ничего, идут себе мимо с корытами, переваливаются. А феклист поставит корыт на землю и станет его кликать. Вернись, мол, вернись, мой Светик! И как утонул, Господь знает, играл на бережку. И мать тут же была, сено сгребала. Вдруг слышит, словно кто пузыри по воде пускает. Глядь! А только уж одна Васина шапонька по воде плывет. Ведь вот с тех пор и феклиста не в своем уме. Придет, да и ляжет на том месте, где он утоп. Ляжет, братцы мои, да и затянет песенку. Помните, Вася-то все такую песенку певал. Вот она ее-то и затянет. А сама плачет, плачет, горько Богу жалится. А вот Павлуша идет, молвил Федя. Павел подошел к огню с полным котельчиком в руке. Что, ребята, начал он, помолчав? Неладно, дело. А что? Торопливо спросил Костя. Я Васин голос слышал. Все так и вздрогнули. Что ты, что ты, пролептал Костя. Ей-богу. Только стал я к воде нагибаться, слышу, вдруг взовут меня. Это к Васиным глазком. И словно из-под воды. Павлуша, а, Павлуша. Я слушаю. А тот опять зовет. Павлуш, пойди сюда. Я отошел. Однако воды зачерпнул. Ах ты, Господи, ах ты, Господи. Проговорили мальчики, крестясь. Ведь это тебя водяной звал, Павел, прибавил Федя. А мы только что о нем, а Васи-то говорили. Ах, это примета дурная, с расстановкой, проговорил Илюша. Но ничего. Пущай, произнес Павел решительно. И сел опять. Своей судьбы не минуешь. Мальчики приутихли. Видно было, что слова Павла произвели на них глубокое впечатление. Они стали укладываться перед огнем, как бы собираясь спать. Что это? Спросил вдруг Костя, приподняв голову. Павел прислушался. Это кулички летят, посвистывают. Куда же они летят? А туда, где, говорят, зимы не бывает. Разве есть такая земля? Есть. Далеко? Далеко-далеко, за теплыми морями. Костя вздохнул и закрыл глаза. Уже более трех часов протекло с тех пор, как я присоседился к мальчикам. Месяц взошел, наконец. Я его не тотчас заметил. Так он был мал и узок. Эта безлунная ночь, казалось, была все так же великолепна, как и прежде. Но уже склонились к темному краю земли, многие звезды, еще недавно высоко стоявшие на небе. Все совершенно затихло кругом, как обыкновенно затихает все только к утру. Все спало крепким, неподвижным, предрассветным сном. В воздухе уже не так сильно пахло. В нем снова как будто разливалась сырость. Недолгие летние ночи. Разговор мальчиков угасал вместе с огнями. Собаки даже дремали. Лошадь, сколько я мог различить, при чуть брежущем, слабо льющемся свете звезд, тоже лежали, понурив головы. Слабое забытье напало на меня. Оно перешло в дремоту. Свежая струя пробежала по моему лицу. Я открыл глаза. Утро зачиналось. Еще нигде не румянилась заря, но уже забелелась на востоке. Все стало видно, хотя смутно видно кругом. Бледно-серое небо осветлело, холодело, синело. Звезды то мигали слабым светом, то исчезали. Отцерела земля, запотели листья. Кое-где стали раздаваться живые звуки, голоса. И жидкий ранний ветерок уже пошел бродить и порхать над землею. Тело мое ответило ему легкой, веселой дрожью. Я проворно встал и подошел к мальчикам. Они все спали, как убитые вокруг тлеющего костра. Один Павел приподнялся до половины и пристально поглядел на меня. Я кивнул ему головой и пошел, восвояси вдоль задымившейся реки. Не успел я отойти двух верст, как уже полились кругом меня по широкому мокрому лугу. И спереди, по зазеленевшимся холмам, от лесу до лесу и сзади, по длинной пыльной дороге, по сверкающим обогаренным кустам и по реке, стыдливо синевшей из-под редеющего тумана, полились сперва алые, потом красные, золотые потоки молодого, горячего света. Все зашевелилось, проснулось, запело, зашумело, заговорило. Всюду лучистыми алмазами зарделись крупные капли росы. Мне навстречу чистые и ясные, словно тоже обмытые утренней прохладой, принеслись звуки колокола. И вдруг мимо меня, погоняемый знакомыми мальчиками, промчался отдохнувший табун. Я, к сожалению, должен прибавить, что в том же году Павла не стало. Он не утонул. Он убился, упав с лошади. Жаль. Славный был парень. Редактор субтитров А.Семкин